Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодняшнее мое видео посвящено начинающим виноградарям. Вы решили себе на участке завести эту замечательную культуру. И вот с чего же начать? Информации множество. Информации иногда противоречива. Одни говорят, что надо делать вот только так. Другие говорят, что надо делать так. Третьи говорят, что это все неправильно. И вообще надо делать по-другому. Как во всем этом разобраться? Как понять, что же делать? Чего же не делать? Вот я постараюсь дать таких основных несколько советов, на что обратить внимание. То есть не старайтесь схватить сразу множество информации. Можно идти ступенчато. Тогда это все будет легко усваиваться. И вы поймете, что виноградарство, конечно, требует определенных усилий. Но это не так уж и сложно. Итак, начнем. Первое – это выбор места. Место должно быть самое теплое, самое освещенное. Замечательные места для виноградника – это пристенки южные. Это где-то места у заборов с южной стороны. Там, где винограду будет максимально тепло и максимально он будет освещаться солнышком. Значит, если мы планируем посадить несколько кустов, очень частая рекомендация – располагать шпалеры с севера на юг. Но наши участки, они не всегда расположены строго по частям света. Они могут быть как-то вот так вот и делать шпалеру, например, как-то по диагонали, либо под каким-то углом. Ну, не всегда имеет смысл. Поэтому вы просто смотрите. Максимально удобное расположение и для вас, ну и так, чтобы виноград получал все-таки побольше солнечного света. Следующее – это выбор сорта. Сама важная здесь, чтобы сорт вам подходил по срокам созревания. И еще что нужно учитывать, что если у вас холодная глинистая почва, то лучше брать виноград с более ранним сроком созревания. Если у нас при стенах, да, тепленькое место, если у нас почва теплая и песчаная, то мы можем выбирать виноград с более поздним сроком созревания. Следующий очень важный момент – нам надо понимать строение виноградного куста и особенность его роста. Если вы хоть немножечко интересовались темой виноградарства, то наверняка вы слышали такие вещи, как нормировка, формировка, зеленые операции. Ну, так или иначе, с этим сталкивались. Подробно я на этом не останавливаюсь, потому что это очень большая и обширная тема. У меня есть несколько видео на канале по вот этим мероприятиям. Я вам ссылки под видео оставлю, чтобы вы могли посмотреть подробнее. То есть в любом случае это надо усвоить. Немножко подробнее остановимся на теме формировки. Часто можно услышать, что нет, вот так неправильно формировать, надо только так, либо только вот так. Так, формировок большое множество. Как выбрать правильную? Выбирайте то, что вам подходит. Выбирайте то, что вам понятно, да, что с этим делать, и как это поддерживать путем обрезки. Тогда вам будет легко и у вас все получится. И еще совет, не зацикливайтесь на каких-то деталях, потому что вот я сама когда-то, когда читала про эти обрезки, формировки, вот там должна быть почечка только наружу, вот это вот только вот так. Даже недавно читала, кто там один советовал другому, обязательно надо обрезать вот так, чтобы вот эта почечка была вот только в ту сторону. Вам надо понять принцип. Что мы оставляем при обрезке, что мы убираем, и как мы потом это размещаем на шпалере. Все, когда вы это поймете, вам станет легко. Потому что если мы будем зацикливаться на то, в какую сторону какая почечка направлена будет, с этой почечкой может что-то случиться. Придет заморозок там, она погибнет. Придет мышка ее скушает. Может по какой-то причине она вообще не проснется. И все, схема нарушена, потому что у вас была вот какая-то она готовая. Например, бывает так, что вот один куст развивается по одному, другой развивается по другому. В одном из осенних видео я показываю, что молодые кусты у меня есть первогодки, хорошо развитые. Есть куст пятилетний, который уже по идее там должна была вся формировка быть, а ее нету, потому что он развивается очень-очень слабо. Поэтому вам самое главное понять, что оставлять, что убирать, и на каких побегах виноград плодоносит. Все. Если вы это поняли, значит у вас все получится. И не стремитесь вот к этим сложным деталям. Возьмите самую для себя простую, какую-то схему, которая вам будет понятна, и по ней следуйте. Еще важный момент, который вы должны понимать, это вызревание лозы. Что такое вызревание лозы? У нас однолетние побеги, вот они начали расти, они зелененькие. К осени они приобретают коричневый цвет, и начинают древесневеть. Вот когда они одревесневают, тогда такие побеги могут переносить зиму. Если побег зеленый, то зиму он не перенесет. Никакую, даже самую теплую. Поэтому вам надо, во-первых, понимать, что такое вызревание лозы, и как растению помочь с этим. Потому что в первые годы у многих сортов есть эти проблемы. Как только виноград начинает давать плоды, там он уже больше себя регулирует, и проблем с вызреванием лозы становится меньше. Там проблемы могут быть только у некоторых сортов. А вот в первые годы такая проблема встречается достаточно часто. И вам надо знать, как растению помочь, чтобы оно успело вызреть до наступления морозов. Дальше у нас идут подкормки и обработки. Значит, вам нужно знать следующее, что без подкормок и обработок, ну вот совсем-совсем, виноград расти может не очень хорошо. То есть это делать нужно. Дальше есть два направления. Есть направление химическое, когда мы подкармливаем, например, только минеральными удобрениями и специальными комплексами, и обрабатываем только химическими агентами. Есть направление более такое натуральное, неважно, там экологическое, биологическое, как мы это назовем, но суть такова, что мы используем органические удобрения и мы используем какие-то биологические средства защиты растения. Что выбирать? Выбирать то, что, опять же, вам удобнее, вам ближе. Но на что надо обратить внимание? Значит, если мы говорим об обработках, то что здесь важно знать и понимать? Используя химические обработки, у нас есть период защитного действия и период, когда мы можем употреблять продукцию. Как правило, период защитного действия, он короче. То есть, все равно у нас есть какой-то промежуток, когда растение якобы не защищено. И скажу еще, что не стоит сильно увлекаться химическими обработками, обязательно обращайте внимание на сроки. Особенно вот эти сроки до сбора урожая. Это важно, потому что ягоду употреблять вам. Значит, если мы очень хотим использовать экологичные методы защиты, биологические, что важно здесь? Первое. Нужно будет более пристальное внимание, потому что биологические препараты, вот эти подходы, бывает, что их надо применять гораздо чаще, чем химические. Это раз. Второе. Очень много сейчас продвигается на рынке биологических препаратов, скажу честно, они не всегда, не все работают. Читайте отзывы по ним, если вы хотите их использовать. И кроме того, множество из этих препаратов можно приготовить самому. Поэтому, ну, как бы это проще, дешевле и точно будет эффективнее. Дальше уже, ну, выбор за вами, что и как совмещать. По себе я совмещаю оба подхода. Значит, если мы говорим об удобрениях, здесь что важно? Первое. Ваша почва. Если у вас хорошая, жирная, питательная почва, то, да, удобрять иногда надо, потому что виноград очень много выносит питательных веществ из земли. Но удобрять гораздо меньше, чем, например, если бы почвы были песчаные. Вот этот момент надо учитывать. Исходные данные. Дальше. Органика, либо минералка. Я, ну, лично я бы советовала минералкой не злоупотреблять, потому что, на самом деле, минералка не очень хорошо для почвы, для ее структуры, для тех, кто в почве живет. А весь наш огород, все наше выращивание чего-то, это не закрытая система, это система открытая, где очень много различных связей между там червячками, жучками, грибочками, другими микроорганизмами. И поэтому злоупотребление минеральными удобрениями, оно ведет к нарушению этого равновесия. Это не говорит о том, что их нельзя использовать, их использовать можно, но не увлекаться. Я очень люблю органику, и свой виноградник я кормлю органическими удобрениями. И еще помните, что на самом деле ваш участок тоже является источником определенных удобрений. Так, скошенная трава, выплатые сорняки, опавшие листва, это все питательные вещества. Если мы их сложим в компост, то через некоторое время все это перерабатывается, и мы получаем прекрасный белый гумус, который богат питательными веществами, нужными нашему растению. Поэтому не выбрасывайте это, не выносите в лес, оставляйте на вашем участке. На самом деле это ваше богатство. Вы земле это достали, и в землю это нужно вернуть. Следующее, это способ посадки. Кто-то садит в грядки, кто-то делает каналы, кто-то садит в дерн, как я, кто-то садит и все время пропалывает землю. То есть вариантов много. И тоже кто-то говорит, что нет, надо делать вот только так, вот только так, либо вот только так. Что выбрать вам? Выбирайте то, что вам подходит по двум критериям. Для вашей климатической зоны и для вашей почвы в том числе. И то, что вам удобно в дальнейшем обихаживать и обслуживать, поддерживая в нужном состоянии. Так, например, вот в нашем регионе я не вижу смысла насыпания грядок. В северных регионах, там, где короткое лето, там, где земля долго прогревается, да, в этом есть смысл. В нашем, честно говоря, я не вижу, ну, для чего это делать. То есть вам нужно ответить себе на вопрос, для чего я это делаю, какой результат я с этого получу. Если результат улучшается на чуть-чуть, а усилий закладывается вот столько, то, ну, нужно ли это делать? Приведу пример, тоже частое мнение, что вот весной земля должна лучше прогреться, мульчи весной это плохо, потому что она задерживает прогревание почвы. Конкретно мой случай, конкретно в Беларуси. У нас часто весна может прийти с конца февраля, начало марта, земля хорошо прогревается, растение начинает свой рост и, как правило, в период с 1 по 9 мая, мы не берем этот год, этот год вообще был ужасный, но, как правило, с 1 по 9, иногда бывает, чуть позже, приходят возвратные заморозки. Зачем мне пробуждать растение рано, чтобы потом не спать ночами и думать, как его укрыть, либо, чтобы оно подмерзло. Да мне наоборот, надо максимально задержать его рост и развитие, потом оно догонит. Наши условия позволяют это делать. Да, у нас все равно как бы виноградник просыпается, но не настолько сильно, то есть мне не надо это ускорять. Но так хорошо для меня. А где-то, например, на севере в условиях короткого лета надо побыстрее почву прогреть, надо, чтобы побыстрее растение двинулось в рост, чтобы оно успело вызреть до того момента, когда приходят уже заморозки. Поэтому мы смотрим не то, что кто-то сказал надо делать вот только так и никак иначе. Нет, мы смотрим то, что нам подходит и то, что нам будет достаточно легко осуществить. Основная мысль, которую я хотела до вас сегодня донести, это не зацикливаться на мелочах. Вам надо понять в первую очередь основные принципы. Когда вы их поймете, то все остальное уже для вас станет гораздо легче. И помните, что вы подбираете все, начиная от то, как сделать шпальеры, как обрабатывать, как удобрять, как ухаживать. Вы подбираете тот способ, который будет удобен вам. Если он вам удобен, если вы понимаете для чего вы это делаете, значит все хорошо. И если ваше действие приносит тот результат, который вы ожидали, значит вы все делаете правильно, несмотря на то, что кто-то вам говорит противоположное. И помните, что виноград растение очень благодарное. Виноград растение, которое прощает множество ошибок, поэтому не стоит бояться начинать что-то делать. Виноград растение, которому если вы подарите немножечко своей заботы и любви, то получите от него очень хорошую отдачу. Ну а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение. Под видео, нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов винограда, мои контакты и также ссылка на другие полезные видео, где будет более подробно описаны некоторые вещи, некоторые операции, манипуляции, о которых мы с вами сегодня говорили. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok